Всем привет! Вы на канале Анткипер и сегодня в связи с нахождением у меня европейских великанов я решил сделать небольшой обзор вида, дабы прояснить некоторые моменты, так как муравьеди встречаются довольно редко в коллекциях русских анткиперов. Собственно, как многие догадались, речь пойдет о легнипердах. Это довольно крупные компонотусы. Матки их по размерам варьируются от 16 до 20 миллиметров. Если я правильно сделал замеры тех, что у меня на руках, они около 18 миллиметров. Рабочие солдаты у этого вида от 6 до 16 миллиметров. Легниперды довольно сильно похожи на геркулянусов, однако маток можно отличить по окрашенному первому сегменту брюшка. По уходу этот вид сильно не отличается от геркулянусов. Кормить нужно сиропом и насекомыми. Зимовка примерно такая же по времени, около 4-6 месяцев. Температурный режим аналогичен, 23-28 градусов оптимальная температура. Развитие от яйца до рабочего составляет примерно 2 месяца. От яйца до личинки примерно 10-16 дней. От личинки до куколки примерно 10-14 дней. От куколки до рабочего примерно 10-24 дня. В зависимости от температуры. Строят свои гнезда обычно в мертвой древесине. Содержать можно как в формикариях из дерева, так и акриловых, гипсовых или гибридных. Исследователи говорят, что молодые колонии развиваются не в дереве, а в земляных гнездах или под камнями. А достаточно зрелые многочисленные колонии используют для проживания не одно, а несколько гнезд, соединенных между собой, достаточно длинными подземными туннелями. Такое явление носит название поликалия. Эти муравьи проявляют свою активность круглые сутки. Но, как и у большинства, пик активности приходится на ночное время. Приобрести этих титанов можно в группе ВКонтакте, перейдя по ссылке в описании. В общем, такой короткий обзор вида получился. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы первыми смотреть новые видео. Всем пока-пока!